Слава нашему Господу! И все городом, не помню, где был, помню, что был в Сиэтле, в Сакраменто, в Иютике, в Кортленде, в Олбани и так далее, и так далее. Они еще просили передавать вам привет. Я его передаю сразу вам. За привет! Садитесь, пожалуйста. Ну и, конечно, хочу поблагодарить за молитвы. Я коротенько скажу, что со мной случилось, чтобы разговоров не было лишних. Я знаю такие разговоры, потому что мне и ногу отняли, и, наверное, голову отняли, не знаю, чтобы отрызвали. Я немножко шучу, но на самом деле не так было. Никто мне голову не отнимал и ногу не отрызвал, никто, видите, две ноги у меня сегодняшний день. Но когда я ехал в собрание, в машине, было очень жарко. Я как-то, я обычно очень мало сплю ночью, обычно ночью молюсь, а днем дремлю очень много, в машине особенно. Вот задремал, потом пришел в себя и смотрю, у меня речь не работает, отнято. Правая сторона вся парализована, рука не работает, нога не работает. Я так взял ее правой рукой за руку, поедине на каплет падает, ногу поворачиваю, вылезти с машины. Не могу. Короче, меня вытащили с машины, вызвали скорую помощь, отвезли в госпиталь. И там очень долго принимали меня, рассматривали. Но в течение часа я пришел в себя, нормально все стало. За исключением речи. Меня спрашивают, я начинаю говорить, думаю, на русском языке, отвечаю на ином языке. Потом я посмотрел, перестал отвечать им. Но все нормально стало, за что слава и благодарение Богу. Удивились, как так без их вмешательства рука стала работать, нога стала работать. Ну, когда замерили давление, оказалось, 240 на 195. Значит, никакие рамки не лезет, это давление, все, 240 и 195, это же вообще. Ну, два дня провел в госпитале, потом на две недели меня спратили братья, чтобы меня не тревожили. По телефону узнавали, звонили, а никто не давал адреса, где я живу, покуда наконец не пошел в себя. Ну, правда, была такая возможность домой. Братья предложили вернуться. Я сам уже намеревался прилететь домой 4 августа. Потом встал, помолился, и ночью вижу сон такой. Я еду в Сакраменто. Я думаю, что это за путаница такая. Как мне ехать в таком состоянии в Сакраменто, что я там делать буду? Потом пришли, помолили здесь в Барановичах, и был такой ответ, что он имеет ведение от меня и знает, что делать надо. Я собрался и поехал в Сакраменто. Довезли меня до аэропорта. Когда вступил на территорию аэропорта, то все стало на месте. Кажется, здоровый стал, молодой, побежал и пошел. И целый день провел, опоздал на первый рейс, целый день провел в аэропорту. Потом перекомпостировали билеты на другой, прилетел в Сакраменто. А там, конечно, была нагрузка очень большая. И каждый день люди, и почти каждый день собрание. Пошли за 40 человек просто помолиться каждый день, не меньше. Ну, я не знаю, как я выдержал, потому что не выдержал. Если бы Бог не укрепил, то не выдержал бы такой нагрузки вообще. Потому что это ненормальная нагрузка, если так можно выразиться. Но благодарение Господу я сегодня здесь, за что благодарение Богу. Поэтому я благодарю вас за молитвы, за те, которые молились. Ну, не выдумывайте, пожалуйста. Вы думали, что я на молитве потерял сознание. Это значит, что песноватый стал. Стал молиться и упал. Знаете, это выдумки такие люди, что они выдумывают, что... Хоть стой, хоть падай. Прекрасно понимают, чем это пахнет. Но, тем не менее, вот такие... Ну, как сказать... Фантазии у людей, очень богатая фантазия у человека. Поэтому... Пусть Господь бласовит нас на сегодняшний день, чтобы мы могли слушать Слово Господне. Я, конечно, уже не совсем помню, чем я кончил в прошлый раз, но как-то на сердце лежит мне немножко пройтись по тем пунктам, которые мы проходили при разборе Слово, прошлые разборы наши. Я просто вспомню, как нам дорого Слово Господне. И еще раз напомню, те старые мысли, которые сегодня являются новыми и живыми для нас, где Господь говорил, мои пути выше путей ваших и мои мысли выше мыслей ваших. Вы помните, я останавливался на одном месте Священного Писания, где написано, что как дождь и снег нисходит на землю и впоследствии напаяет землю, так и Слово Мое. Здесь Господь сравнил Своё Слово с дождем и со снегом. Как дождь и снег. Вы знаете, дождь есть дождь, иногда холодный все-таки дождь, а снег есть снег. Поэтому я вспоминаю один из текстов Писания, что в чему своё время и время всякой вещи под небом. Помните? Время рождаться, время умирать, время вырывать, время наслаждать, время любить, время ненавидеть, время миру, время войне. Поэтому на всё своё время. И поэтому и дождь, и снег исходит тоже в своё время. Вы знаете, что летом никогда не бывает снега. Он бывает когда? Зимой. Ну, для чего зимой бывает? Мы всех прекрасно понимаем. Помните, я в прошлый раз вам говорил, чтобы укрыть растения, чтобы они не вымерзли. Вот и всё. А уже когда приходит весна, когда Господь обогревает землю, тогда вот этот снег пророщается в воду и опять напаяет землю. Так и в нашей жизни очень часто бывают те времена, когда Господь охлаждает нас пыл горячий очень. Иногда он говорит такие вещи, которые нам неудобно и слушать иногда. Облишают нас, правда? Куда ты рвёшься? Куда ты бежишь? Кто тебя заставляет? А такое часто бывает в нашей жизни. И мне вспоминается история с Иосифом. Вы помните эту историю? Вы знаете, что Иосиф – это пробы с Христа, народ израильский. Или это 12 калин израильных – пробы с народа израильского. Вы помните, как Иосиф обращался с ними, когда оказался в Египте? Когда они пришли, чтобы хлеба получить, хлеб купить, он, помните, сказал – вы саглядаты. Вы саглядаты. Вот нет, мы люди честные. Вот нет, вы саглядаты. Вы знаете, как морозом каким-то обдало. И почему? Почему Иосиф так делал? Почему Господь так часто делает? Может быть, не часто. Если бы часто, мы, наверное, не устояли бы. Но, может быть, редко. Но, действительно, какую-то обстануку житейскую ставить, такую, как у мороза всё равно. Нет, вы саглядаты. Нет, мы люди честные. Нет, вы саглядаты. Вы знаете, что это имело свой смысл, хотя внутри он увидел братья, помните, сразу в любовь скифило к ним, но понимал, что они не на должном уровне находятся. И правильно саглядаты – это разведчики, это шпионы. Это нечто весьма неприятное, если смотреть в глубину значения этого слова. Но если люди просто ищут выгоды какую-то, ищут, где хлеба купить, то, что саглядаты. Они же не пришли в Египет, чтобы с Иосифом познакомиться, попросить прощения у него. Они пришли за хлебом. И он не ошибся, когда сказал, что вы саглядаты. Вы просто ищите, где вам поживиться чем-то. Вы забыли своё прошлое. Вы забыли, какой груст на вас, висит греховный. Но вы хотите жить? И, наверное, в то время это слово не звучало так часто. В возмездии за грех смерть. Но, тем не менее, голодная смерть пришла в эту ханаанскую землю. Они должны были искать спасение. Они должны были найти выход из создавшейся обстановки. И, конечно, Яков узнал, они узнали, что в Египте есть леб. И они пошли туда. Но я говорю, вы саглядаты. Вы не ищите спасение у Бога. Вы не ищите омыться крови агнцев. Тогда агнцы заколались. Тогда другое было время. Тогда даже было не время закона Маисеева. Там проносились жертвы, но, наверное, не в той форме, как во время закона Маисеева. Но, тем не менее, жертвы проносили. Вы не ищите этого. Вы просто саглядаты. Как они не упирали, чтобы мы не саглядаты? Они говорят, я оставляю вас с Симеона у себя. Если вы не проведете с собою вашего младшего брата, Вениамина, вы сказали, то, говорит, вы больше не получите хлеба здесь. Пришли, этот снег и на голову еще и Якова упал. Пришел, говорит, Симеона нет. И проказал начальник той земли, провести младшего брата. Вы знаете, как это было тяжело для Якова. Он плакал, говорит, что вы сделали? Симеона нет, Иосифа нет. И что, младшего сына забрать хотел? Хоть умирать из голода, я не отдам его. А потом пришло время. Врат, сегодня у мира есть такая посовица. Голод нечетко. Покрутились, покрутились. Ладно, идите. Что ж мы умирать из голода? И Вениамин отправил в эту землю. И опять, помните, как Иосиф поступил с ними? Опять же призвал их, накормил. А после... Я уже не буду эту историю полностью цитировать. Вот что значит снег на голову? А после оказалось, что вскипела любовь ко брату, пошел удалить всех египтян отсюда. Удалились. Приходит и говорит, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Это тоже, наверное, был удар сильнейший. Как удар града, наверное. Но любовь Иосифа растопила все. И снег, и лед вот этот. Вы помните, есть такое место в Священном Писании? Видел ли ты сокровищицы града, которые я берегу на время смутное, на день битвы и войны? Это действительно как градиная была большая. Но она не убила их. Наоборот, они все помирились, поцеловались. И после Иякова привезли. Поэтому давайте не будем огорчаться, если для нас есть слово Господне, которое иногда очень теплое, очень, так сказать, привитливое для нас. А в другом случае я говорю, слушай, покайся. Вот тебе последний день сегодня. Завтра будет последний день твой. Завтра не будет дня покаяния. Сегодня это делай. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы это слово Божие, оно проникло в наше сердце. И вы знаете, что здесь дальше написано? Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Как и выходил с весельем Иаков из земли Хананской, в землю Египетской. Помните, как шел с радостью? Пришли, доложили, Иосиф жил. Как Иосиф жил? Ну вот, пожалуйста, и там десять основных, не помню, вербитого, или основу прислал. И говорит, возрадованный сердцем, и сказал, пойду, покуда я не умер, увижу сына моего Иосифа. Заплакал и пошел туда. Знаете, вот это были слезы радости, слезы благословения. Вот так слово Господне поступает с нами. Иногда Господь очень тепло с нами обращается, хотя и любовь горит постоянно. А после, как снег на голову, чтобы мы немножко поняли, на каком месте стоим, чтобы не думали о себе больше, чем мы думаем часто, чтобы не думали, что мы как какие-то, ну, о требеем земли, и не то, и не другое, но мы есть мы. Мы есть мы и всего лишь. Вы помните, когда-то, когда я здесь был пресвитером, в Барановичах, когда-то через брата Мохляра было такое слово. Я был тогда в Москве, приехал сюда, не помню, или на открытии молитвенного дома был, или так был, я не помню, когда я был, но было такое слово. Вот говорят, одни говорят, Коля, Коля, ничто другие, Коля, Коля, Великий, а Коля есть Коля. И я понял, что я есть я всего лишь. И не постилка для тех, кто ходит, ну, и не что-то особенное. Вот то, что есть, то и есть, и все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы слово Божие для нас и сегодня не прошло даром. Мне харчачи, когда Бог обличает, так написано, кого я люблю, тех, что делаю, обличаю. И что я что делаю? И наказываю, вы знаете, что и одно, и другое, не очень-то приятно для нас, но приятно то, что кого я люблю, вот что приятно, а обличаю и наказываю неприятно, но с другой стороны, мы должны хорошо понимать, когда Бог обличает нас, Он указывает нам на наши недостатки, которые у нас есть, которые мешают нам идти свободно к Господу, свободно получать благодать Божию и предлагает нам избавиться от них, но если не получается так, ну, получаем немножко, наказываю. Если это наказание написано так, в настоящее время кажется печалью, то в будущее время оно приносит мирный плод праведности, за что слава и благодарение Господу. Поэтому я уже не буду дальше идти, ну, я просто напомню, просто разбор немножко, ну, как сказать, бегло. Горы и холмы будут перед вами сидя, рово поле рукоплескать вам вместо черновника, ну, черновник, это символ проклятия, вырастет кипарис, а это уже что-то очень чудесное, прекрасное растение, кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт и так далее, и так далее. И это будет во славу Господа, в знамени и вечно, несокрушимое. Я говорил о суде, я не говорил о том, что надо судить людей, но надо судить грех, которым человеке. Без всякого разговора мы не можем покрывать его. Мы не людей, чего не осуждаем, а грех осуждаем, который у людей. И Бог сегодня не хочет судить людей. Если мы избавимся от греха, то все станет на свое место. Но, тем не менее, вы знаете, что... Вот, послушайте такие слова. Если кто ненавидит брата своего, тот кто? Человек-убийца. Ну, как вам это звучит сегодня? Если кто ненавидит брата своего, то кто он? Человек-убийца. Вот и все. Хочешь – принимай, хочешь – не принимай. Но надо освобождаться от этой ненависти, которая часто бывает в нашем сердце. Может быть, мы ее не выражаем словами, но если она есть в чувствах наших, то Бог видит это все. Видит это все. Поэтому, поль Господь благословит нас, я не буду... Я просто... не буду говорить об Евнухе. Помните, я говорю, Евнухи – это бесплодные люди. Им было очень печально, что у них семьи не было. Но Господь здесь говорит, если эти Евнухи будут соблюдать суботы мои, будут в покое находиться, то я им дам имя лучшее, не жить сыновьям и дочерам. Почему? Потому что, вы знаете, когда человек какой-то недостаток имеет и служит Господу от сердца, то это гораздо ценнее перед Богом, чем тот, который все имеет и служит Богу. Вот две разницы я сегодня ставлю. Человек, который лишился чего-то, но тем не менее, он служит Богу, он не ропшит на него. И человек, который имеет все и не ропшит, то чего роптать, если ты имеешь все? Поэтому здесь Господь и напоминает, хоть они бесплодные, но если они ждут закон Господень, если в покое находятся постоянно, я дам им имя лучшее, нежели сыновьям и дочерам. Я просто напомню еще раз один из сексов Писания, который хранят мои суботы и избирают угодные мне. Помните, я говорил прошлый раз на эту тему? И избирают угодные мне. Как узнать, что угодно Богу, а что не угодно? Ведь очень часто люди делают что-то во имя Господа, но они это делают по своему усмотрению. А они это делают, потому что считают, что Богу это угодно, а Богу не угодно. Я расскажу вам один пример такой. Вы знаете, может быть, я рассказывал где-то в другом месте, может быть, слышали это на дисках, когда один из братьев, то Вася Ковальчук, почему я называю его имя, он говорил, если это будешь проповедовать, то смело говори об этом. Это был такой пример житейский. Собрался он ехать в Америку, певец, диски там продать и так далее, и так далее. Ну, заехал в Америку, стал продавать диски, говорит, Вася, что это за музыка у тебя, что это за песни? Кто их покупать будет? Ну, и вы знаете, что, ну, не хотят брать эти песни. Он говорит, я приехал домой, в Вильнюс, песни я, новые, современные, не стал петь, но взял обработку, сделал такую, на современный манер. Он говорит так, вы знаете, есть такой псалом, «Бо границе стоишь ты в черновом венце», «Бо границе стоишь ты в черновом венце», и так далее. Это вот мелодия. Я, говорю, делал так, «Бо границе стоишь ты в черновом венце, только спереди связаны руки». Попросил аранжировщика, он делал аранжировку, так вот, как надо, поехал, говорит, в Америку, там на расхват все берут. Вот, забрали, с руками и ногами отрывали. Приехал домой, говорит, посещал несколько церквей в Вильнюсе, и потом, говорит, в одной церкви пою псалом, но не этот он пел псалом, а другой, но в таком вот ритме. Открываются двери, заходят 10 человек сатанистов. Как они стали, говорит, выкручивать, как они стали плясать под эту музыку. Я, говорит, не знаю, мне печель, что мне делать дальше. Допел до конца, в конце собрания, подходит, спрашиваю, «Что вы зашли?» Говорит, «Мы же идем и слышим наша музыка!» А я, говорит, наша музыка. Слова-то Божьи. Слова Божьи, а музыка наша. Он-то думает, что угодно Богу будет. Но люди-то будут слушать Слово Божье. Он после рассказывал, он же кончил консерваторию, он знает толк музыки, он говорит так, когда вот этот ритм очень быстрый ритм, то не успеет мозг переваривать Слово Божье. Музыка его заводит, а Слово Божье не вмешает. Оно в одно ухо влетает, в другое вылетает. Когда ритм соответствует, так сказать, мелодии, и она такая плавная, человек успевает и одно, и другое воплотить в себя. Поэтому я сегодня и говорю, мы очень часто пользуемся тем, что Богу не угодно, что Ему не нравится. Он говорит, пошел, я говорю, Мася, иди к нам, ты будешь иметь огромный успех у нас. Я, говорит, подошел к этому аранжировщику вильнюсскому, говорю ему, что ты мне наделал? Как что наделал? Говорит, ну, почему ты музыку такую создал? Ты знаешь, с кем ты связь имеешь? Ты же имеешь связь с бесами. Говорит, знаю, ну и что? Я знаю, что они успех дают. Недавно я когда был в Америке, там молился за одну из сестер, приказывая ей во имя Иисуса, дух кто ты? Я рок, рок, я дух Майкла Джексона. Я дух Майкла Джексона. Все. Поэтому я сегодня обращаю внимание вот на что. Что не все то, что мы делаем сегодня, не все угодно Богу. Ему угодно то, что написано в Священном Писании, когда мы делаем. Как можно определиться, что угодно, а что не угодно? Мы хорошо понимаем эти вещи все. Мы хорошо разбираемся в них, в этих вещах все. Единственное, почему не разбираемся? Иногда невыгодно разбираться. Надо признаться, что не прав был. Надо оставить это. А не хочется, потому что успех есть. А для чего этот успех? Кому он предназначен этот успех? Уже другой вопрос стоит. Сразу же напрашивается. Поэтому я вам, помните, я вам говорил, что когда строилась Киния, то Господь конкретно указал, какие материалы надо принимать. Я еще раз сегодня перечитаю это в Священном Писании. Исход 25 глава 1-10 стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь. Вот все металлы, которые Бог хотел принимать, которые принимали священники, которые строили ковчег. Золото. Вы помните, я сегодня не буду шифровать этого. Это божественная власть. Серебро – это Слово Божие. Медь – это жертвенность наша. Если я сегодня имею еще, но нет жертвенности, то все – это ноль. К чему тогда, если буду сидеть дома, не буду ничего делать, никуда не поеду, то к чему дары, к чему все остальное, к чему это все? А вот жертвенность как раз-то и не хватает нам часто. Не хватает жертвенности. Кто-то ее не имеет, кто-то ее уже потерял, кто-то не работает в полную меру. Как может работать? Я понимаю. Возраст оказывает свое влияние. Раньше я мог четыре служения в день пролезти, сегодня два. Больше уже трудновато немножко. Но что поделаешь-то так? Ну, в ту меру, в которой я должен работать, я должен работать. Я не говорю, что я работаю, как в родной учебе сто процентов. Я не знаю. Это Бог знает, как я работаю. Потому что я себе не могу дать оценку никакую. Но Бог это знает. Но я знаю, что я должен жертвовать чем-то. Может быть здоровым, может быть еще чем-то, может быть еще чем-то. Если я не буду им жертвовать, какой смысл? Какой смысл я буду знать Писание, если я сегодня не буду о нем говорить? Какой смысл тогда знать мне? Поэтому путь Господь благословит нас. Я просто, когда говорил в прошлый раз, я проповедь говорил на эту тему, не одну и не один раз. Представьте себе, знают люди, что надо приносить. И кто-то взял, принес железу. Скажите, священники, взяли бы это или нет? Не взяли бы и сказали, ты что, не знаешь, что надо? Я же вам сказал, золото, серебро и медь. Зачем вы мне алюминий притащили? Зачем мне свинет притащили? Зачем он мне надо? Дайте мне то, что я вам сказал. Как сегодня поступить в том или другом случае? Конечно, по священному Писанию и не по философии человеческой, не по веяниям различных учений, сегодняшнего, некоторых очень много. Это все не то будет. Это все будет не то. И следующее, я обращаю внимание, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую. Шерсть. Скажите, это же одежда ткалась в шерсти, правда? Одежда ткалась в шерсти. Скажите мне, как это Бог так сказал? Голубую, пурпурую и червленую. Что вы видели, когда будет овечку с голубой шерстью? Рождаются овечки с голубой шерстью или нет? Нет. С красным цветом шерсть бывает у овечек? Нет. Господь сказал, возьмите эту шерсть и покрасьте ее сами в тот цвет, который мне нужен. Голубой, цвет неба. Я сегодня могу говорить проповедь. Я могу вот так ее окрашивать, черный цвет, чтобы вы не будете знать, как выйти отсюда. Я взял эту и так сказал, что вы не знаете, выхода не находите. Топтался, топтался, по всех, бил, бил. Черное получилось. Бог говорит, а зачем это черное тебе надо? Ты говори о том направлении, чтобы люди к небу обратились, чтобы во имя Господа делали все, для славы Его, чтобы делали все, чтобы на небо попали, окрасив голубой цвет. Или, допустим, красная шерсть, червленая, и какая еще тут, пурпуровая. Это разные оттенки красного, пурпуровые, это, ну, такой ясный цвет. А червеное, до коричневого похоже. Что может быть красное? Конечно, кровь Христа. И чтобы направить в свое небо, я должен сказать, о силе крови Христа. Сказать всем, что у меня спасение сокрыто. А нам бывает всякий грех, за что благодарение Богу. Если я этого не сделаю, то вы знаете, что, ну, не совсем полноценное что-то получается. Ну, и, конечно, грех тоже красный. Если будут грехи ваши, как пурпуровые, помните, как волну убелю, если будут как баграные, не помню там как, ну, в Исаии написано тоже. Тоже убелю. Поэтому грехом сражаются только через кровь Христа, только через Слово Божие. И только тогда, когда мы направляемся в небо, за что слава и благодарение Богу. А если мы только в этой жизни надеемся на Христа, а все делаем для того, чтобы жить на земле хорошо. И все. И больше нам ничего не надо. Тогда мы не счастливее всех человеков. Вы поняли вот эту мысль, которую я говорил на сегодняшний день? Это же очень важно. Я сегодня не собираюсь анекдоты рассказывать за кафедрой. Не собираюсь смешить вас чем-то. Я хочу серьезный упор делать на те фундаментальные истины, которые сокрыты в Слове Господнем, за что слава и благодарение Богу. А если я это делаю так, развлекая людей, просто вы знаете, что Бог скажет, слушай, зачем ты это делал? Ты что, для меня это делал? Ты для себя это делал? Зачем мне это надо? Ты избирал то, что не угодно мне. Вот вам, пожалуйста, на что я сегодня обращаю внимание. Вот на эти слова. А в Евнухах написано, хотя они были бесплодные, но они избирали то, что угодно Богу. А люди, которые имели семья, они иногда избирали то, что угодно им. И, может быть, оправдывались. Ну, Евнухи, у них детей нету, им некому заботиться, у нас есть о ком, но вы знаете, что... Но, тем не менее, я хочу провести на память один из текстов Писания. Не помню точно, где записаны, но там звучат такие слова так, что «Будьте добродетельны, делайте добро всем, а наипадше кому?» Своим поверят. Вот давай теперь разберусь, кому мы делаем больше добра. Своим домашним или своим поверят? Наверное, своим домашним, чем своим поверят. А это значит, избрали то, что не угодно Богу. Вы понимаете меня хорошо, что я говорю? Да. К сожалению, это так. Я знаю одну сестру, которая... Правда, я о деньгах не веду сегодня речи, но она никогда пожертвования не носила в церковь. Вот почему это так делают. У меня там внуки, там внучки, там еще что-то... Я им отдаю. А внучки, чем пьют, пропевают, и знаете, человек, который пьянствует, вы его никогда не напоите. Ну, давай, давай и давай и давай. Давай и давай. Я не имею в виду, что вы не должны заботиться о семьях своих. Потому что написано, если кто отрукся от своих домашних, тот отрукся от веры, хуже неверного. Вот здесь есть такая деталь, такое лезвие, по которым мы ходим на сегодняшний день. По которым мы ходим, как по лезвию бритвы. Поэтому пусть Господь поможет нам разумно избирать то, что угодно Богу. мы сегодня сразу принадлежим к двум семьям. Одна семья наша земная, а другая семья какая? Вот так. Кто мой отец и мать и сестра и брат, помните, Христу, соответственно, вопрос. Те, которые слушают Слово Господне и что делают? Исполняют Его. А те, которые не веруют, что у нас, мы о них заботимся, мы о них молимся, но они к другой семье принадлежат совершенно. Это семья, которая до гроба, та семья. А там дальше рушатся все эти родственные связи, когда кто-то входит в вечность. Пусть Господь поможет нам все правильно делать в нашей жизни. Знаешь, что у нас еще не только своя семья, есть еще и другая семья, большая семья, с которой придется проводить вечность. Слава Богу и благодарение. И кожи бараньи, и кожи синие, и дерева сети. Но я на весон обращу внимание. Я, кажется, когда кончал в прошлый раз разбор, я сказал, я обращу внимание на весон. И весон должны были дать не просто материал какой-то, не просто ткань какую-то, а весон. А вы знаете, что такое весон? Кто помнит в 19 главе Откровения что написано? Весон же, что праведность святых. И весон изготавливается из скрученных нитей. не из одинарных, а из двоих, которые скрученные. И как мы сегодня скручены друг с другом, так будет и выглядеть и наша праведность. Наша праведность не заключается от нашего стажа. Она не заключается в нашем образовании теологическом. Она не заключается много в чем не заключается. И в дарах духовных не заключается. Она заключается в нашем отношении теплом друг к другу, за что слава и благодарение Богу. Вы помните 54 глава? Я уже не поднимаю эти места священного писания. Там написано очень хорошо. Двоим лучше, нежели одному. Помните? Двоим лучше, нежели одному. Потому что если один упадет, другой поднимет его. Потом, если лежат двое, то они могут согреться. Одному как согреться? И третий пункт. Если кто-то будет воевать против кого-то, то двое устоят против одного. Один не может устоять. И там написано такое священное написание там же подвоится и то. И нитка в трое скручена и не скоро порвется. Помните? Ну, часто братья ошибаются, когда говорят. Когда на браке проповедуют, что одна нитка это жених, другая нитка это невеста, а третья нитка это Бог. Я говорю, а где вы третью нитку нашли? Там нет третьей нитки. Там две скручены тройным кручением. Я как текстильщик знаю, что такое крутка. Крутка называется что? Количество кручений, приходящее на единицу длины. И там три кручения делаются. Бог присутствует в этой операции. Он держит судьбу нашу в руках своих. Зажал и начинает скручивать нас друг с другом проблемами, трудностями. Мы сами не умеем скрутиться друг с другом. Честное общение иметь. Если мы не имеем честное общение, значит, и весона нет этого. Вы понимаете что я говорю? Значит, и весона нет, и праведности нет. Мы не можем хвастаться знанием Слова Божия. Оно надо, но оно для того, чтобы мы любили друг друга. Когда один упадет, то другой поднимет его. Я понимаю, один только знает падать, а мне поднимай. Вот как это разобраться? Он знает свое дело падать, ему надо, а мне надо поднимать. Это не совсем удобно, но тем не менее, я буду его поднимать. И я стану ближе к нему. Этим доверие будут умножаться друг к другу. А если один упал, я прошел мимо, не поднял его, то как может быть отношения какие-то, как можем сближаться друг с другом? Если мы этого не умеем делать сами, Бог заставит это делать нас. Я вам приведу один пример конкретный. Я просто одну из частей моих проповедей говорю сегодня. Потому что я на разборе говорю. Я и так говорил на эту тему. Когда-то я не буду называть имен, я их конкретно знаю, знаю церковь, знаю личности, которые участвовали. Один из братьев очень сильно возмущался против одной из шестер на ее пророчество. А там было верное пророчество. Господь однажды говорит ему сын мой, покаешься. Если ты не покаешься, то я положу тебя в кровать и все забудут о тебе, что ты есть. Но если ты покаешься в то время, то вот эта сестра, на которую ты возводишь напрасенную, она первая придет к тебе в дом твой. Он пророки нашлись помогал руками нашлись пророки. Прошел недели полторы не знаю сколько заболевали очень сильно. Он был инвалид. А инвалиду сколько надо добавить? Совсем мало. А то инвалид. Его дом находился при дороге, куда в церковь шли. Когда ехали из каких-то других церквей туда, то куда заходили? В этот дом. При дороге знают, что верующий человек приемный с одной стороны. Когда он заболел, прошло почти две недели, забыли все о нем. И те, которые ехали туда, и члены церкви, которые он был, которые он принадлежал им. Никто даже не открыл дверы в его доме. Он поглядел, что беда, начинает молиться. А Господь говорит, если ты, иди, он уже кается. Заходит, о, знаете, какие-нибудь близкие стали друзья тогда. Совсем подробно. Бог скрутил бедой этой, скрутил их обоих вместе, чтобы были. Вы понимаете, что я говорю? А зачем надо было это делать? Когда можно было совсем по-другому поступить? Когда можно было по-другому наладить общение друг с другом? Нет, вот так бывает часто. Потом вторая крутка согреть друг друга надо. А чем согреть друг друга надо? Вы помните, чем написано? Говорит, идите с миром, грейтесь и что делаете? И питайтесь, но не дадите им потребного для тела. То что пользуется этого с ваших слов? Я приведу еще один пример Давида. Почему сегодня это очень важно? человеческая теплота. Когда Давид состарился, то он не мог согреться. Помните? Ему посоветовали найти молодую девицу. Нашли ему Ависагусу на Митянку. Ну, правда. Я не один раз, когда говорю на эту тему, говорю, у кого-то может фантазия так же развиваться, что-то. Ну, молодую девицу. Ну, знаете, голова у нас... Но я говорю, каждый понимает вещь у мира своей распущенности. Но я понимаю это как конкретный пример. Разве у Давида не хватило все, чтобы ему печку построить новую, хорошую, чтобы его нагрыть там? Или ванну ему не построить, чтобы он ноги грел там? Ну, это же не то. Им нужна человеческая теплота нужна была. Человеческая теплота нужна нам в отношении друг друга. Несмотря на то, что когда мы друг к другу относимся с теплотою, то это не значит, что мы Бога игнорируем. Он как раз на это направляет, чтобы мы любили друг друга. Человеческая теплота нужна. Будьте... Почему? Ависагу Сан-Метянку. Будьте братолюбивы друг к другу как? С нежностью. А с нежностью кто поступает? Девицы, женщины. Правда, есть женщины, которые зубы такие большие у них, что страшность. Дело иметь какое-то. Но, во всяком случае, это такая натура очень тонкая. Если они на своем месте находятся, действительно, они умеют проявить эту ласку, эту теплоту, так что слава и благодарение Богу. Поэтому вот второй вариант. Как еще можно сказать? Проявить человеческую теплоту друг к другу. Ну и третий вариант. Вы помните, когда Давид утомился, то Иесвий, один из потомков Рафаим, хотел поразить его. И тут оказался рядышком Авеса, сын Саруин. Помните? Он помог Давиду и поразил филистимлянина. Вот это то событие, которое тоже очень важное. Давид утомился. Утомился. Не ожидал, что он утомится. Это был первый случай, когда написано Давид утомился. До этого вы не найдете нигде, чтобы он утомился. Пошел, нанес удар сильный, расщел так врагов, что не стало двоих радышком вместе, как прорыв воды все сделал, а тут утомился. И Авеса не злорастливая. О, Давид утомился. Он взял и помог ему. Поэтому, когда сегодня у нас кто-то утомляется, давайте насмехаться на него. Он, он уже утомился. А что он, блуд упал, что вы так говорите? Или пьяницей стал, или что? Зачем унижать человека, который утомился? Ну, утомился, утомился. Авеса так не поступил. Он стоял где-то рядышком, наблюдал за Давидом, и как только уже увидел, что Давид в опасности, он тут же помог ему, и они вдвоем победили одного. Поэтому, вот этот весон, который есть праведный для святых, что вы сделали одному из меньших всех, то сделали кому? Они, пожалуйста, и не надо мудрить, не надо хвалиться стажем, не надо хвалиться образованием, не надо ничем хвалиться. Вы помните, пришли одни, пристали пред Господу и говорят, не твоим именем пророчествовали, не твоим именем бесов изгоняли, не твоим именем многие чудеса творили, а я скажу, что им? Я никогда не знал вас. А другие пришли и говорят, Господи, когда мы видели тебя жаждышем и напоили, когда мы видели тебя голодным и накормили, когда видели, когда видели тебя больным посетили тебя? и Господь сказал им, что вы сделали одному из меньших и кто сделал мне, войдите благословенное в царство отца моего, уготовленного прежде создания мира. Слава Богу и благодарение. Рад乙, друзья мои, вот тот весон, в который мы должны быть одеты. Если его не будет, значит все. Будут проблемы, будут мялкие, очень сильные, будут трудности на пути. Да, Бог прекрасно делает работу, приготовляет нас, но чем не менее, Бог хочет, чтобы мы заняли то место вечности, которое Он нам предназначил. А так в войти, знаете, кто-то однажды сказал, а мне лишь бы в дверах быть. А я спрашиваю, с какой стороны ты хочешь быть в дверах? С той стороны или с этой? Ведь быть в дверах это очень маленький промежуток, порог очень узкий. Может вообще оказаться мне спасение в дверах, но мы не на той стороне, поэтому пусть Господь благословит нас. И червленый, и крепко держится завета моего. Совет, совет Божий, план Божий, определение Божие. И те, которые крепко держатся завета, они и войдут вешу, они получат благословение. Почему Господь будет крепко держаться заветом? Есть обстоятельства, которые часто побуждают людей и христиан нарушить этот завет. Не так, то просто его выполнять. Я уже не про завет буду говорить, когда говорить про завет, надо гораздо глубже разбираться с этим словом. Но я им веду исполнить волю Божию. Не всегда легко. И евреи исполнил волю Божию. Помните? Прошел и сказал, сдайтесь в плен И что с ним было? Его бросили в яму Малхии Он в яме оказался Но он знал, что ему делать надо Он не смотрел на то, что и уже да, впереди Он просто исполнил волю Божию И все Но оказался в яме Потому что крепко держался завета И тут же Авдимилех и Феопляне Тут же его увидят, пришел к цару и говорят Слушай, Геремию шумрот Там же одна грач в этой яме Там же пищи нет И цар говорит ему Возьми там лохмотчев, которые у меня под дворцом находятся Подмышки ему подложи И вытяни его с ямы Вытянули Я прийти лохмотчев когда-нибудь буду говорить Сегодня не хочу говорить на эту тему Почему лохмотчев часто пророку подкладывают подмышки И вытаскивают его этим И почему подстанским дворцом, который был весь золоте Там в подвале разные одежды валялись Трапье валялось Вот что бывает часто в нашей жизни Тоже бывает часто под внешней личиной Что-то там внутри такое Такие трапки хранятся Что не дай Бог, чтобы кто-нибудь увидел их Но тут веточки разные от этого ствола отходят Я не про это буду говорить Но чем, кто крепко держится завета моего Чем дам я в доме моем И в щенах моих Место и имя лучшее Не жили сыновьям и дочерам Дам им вешнее имя, которое не истребится Пожалуйста Если ты крепко держишь завета Божья То Бог даст себе место в доме своем И в щенах своих Под защиту поставит И в доме будешь иметь место Несмотря на то, что у людей часто не найдется для вас места Как и Христу не нашлось места Помните? Унизили и распяли И оплевали Но на Бога это нисколько не повлияло Что к ним так обращались На Бога нисколько не повлияло Обращение людей с нами Абсолютно не На нас – да Может повлиять И сильно повлиять И веру можем потерять Но не на Бога А Бог знает нашу жизнь Знает наш стержень Мотивы знают наших поступков Поэтому пусть Господь благословит нас Чем дам я в доме моем И в щенах моих Место и имя лучшее У Бога для каждого из нас Приготовлено место И дал бы Бог, чтобы мы сели на то место, которое нам предназначено И дам им место И имя лучшее Ну, конечно Там про иноплеменников написано Про евнуков написано Евреи не считали язычников Равными себе А Бог говорит Нет, нет, вы так считаете Я совсем по-другому считаю У меня свои планы У меня свои стандарты И я дам им имя Лучшее, нежели вам За то, что они верно мне служили Хранили субботу мою Покой находились постоянно Поэтому я дам имя И место лучшее Вы знаете, что когда Господь нас исправляет То мы имеем и новое имя Вы знаете, в священном писании Очень часто Бог менял имена Было имя Яков А стало какое имя? Бог дал ему новое Израиль Ну и наоборот бывает Я вам читаю одно место священного писания Иеремия 20 глава 3 стих Но на другой день Пасхор Выпустил Иеремию из колоды И Иеремия сказала ему Не Пасхор на руку Господь имя тебе Но Магор Месавил Пасхор переводится Свободный Свобода Освобождение Ну кажется Освободил его Господь Знать, какое имя народ Магор Месавил Ужас вокруг Вот, пожалуйста Начал такое прекрасное имя Но шел против Господа Делал еще по своему усмотрению Иеремия бросил в яму И Господь поменял это имя На худшее Свобода Освобождение твое имя было А теперь ужас вокруг будет твое имя Ты был предназначен Чтобы жить в свободе И в вечности Чтобы ты жил в свободе А будешь жить ужас вокруг Здесь на земле И в аду будет ужас вокруг тебя Вот твое имя На сегодняшний день Господь меняет имя Когда человек стоит на пути Священия Он получает другое имя Когда он Аскатывается вниз Другое имя Получит тоже Я дам ему Новое имя И Господь даст нам Всем новые имена Но для них это будет Радостью А для других будет печалью Вы помните Иуда Наносил такое Прекрасное имя Хвала Яговы А сегодня Когда говорим Иуда То кто? Предатель Это самый низкий человек Предатель Правда Иуда и сегодня Означает Хвала Яговы Я не говорю о том Что Бог поменял Значение Другое вложил Но для нас Сегодня Мы прекрасно понимаем Когда говорим Иуда Совсем по-другому Мы понимаем Эти все вопросы И сыновей И наплеменников Шестой стих Читаю Присоединившись К Господу Чтобы служить Ему И любить имя Господа Быть рабами Его Всех Хранящих Субботу Отсквернение И твердо Державшиеся Заветы Моего Я приду На Святую Гору Мою Я дальше Не читаю Это уже будет Седьмой стих Я читал Шестой стих И сыновей И наплеменников Присоединивших Господу Чтобы служить Ему И дальше И дальше идет Текст И любить Имя Господа Вы знаете Вот как важно Эти два элемента Служить Ему Это хорошо Но важно Служить Ему И любить Его Если нет Этой любви Это неполноценное Служение Это просто Ремесленник Зарабатывающий Бедно жить И так далее И так далее Вроде бы Для кого-то И пользу делаешь Вроде бы И неплохо Все Но если Не любишь Господа Ну не то А вот здесь Вопрос Основывается На чем Если что-то Делаешь во имя Любишь Господа Прекрасно Все Хорошо И здесь Господь И говорит И сыновей И наплеменников Вы знаете Для евреев Это не совсем Было приятно Они никогда Не встречали Язычников Благословенными Они никогда Не думали Что язычники Будут иметь Спасение До сегодня Они и так думают Но тем не менее Господь Здесь говорит В их уши Если И наплеменник Посоединился Господу Служит ему Любит Господа То он Нисколько Не хуже вас Он Нисколько Не хуже вас Но Даже когда Уже Христос Прошел Совершил Спасение Вы знаете Как трудно Было им Перестроиться Когда узнали Что Петр Ходил Язычник Поняли Такой бунт В то время Не хотели Слушать Даже Хотя Еремя За Столетие До пришествия Христа Говорил им Об этом Что вы Не считайте Себя Самыми Самыми Но Тем не менее Это настолько Был ухоронено В них Им трудно Было В это Поверить Как Ты ходил Ел И пил Язычниками Ты Асквернился Петр Объяснял Я видел Видение Я слышал Волос То что Бог очистил Ты не почитай Нечистым Ну наконец Угомонились И то не все И то не все Я помню Когда-то Один из братьев Был там Где-то В Нью-Йорке Там есть у них Место Где они живут Там где Эти башни Были разрушены Но стал Говорить С одним из Евреев Они ругаются Там Шумят Кто был там То знает Их разговор Переругиваются Вот как Вы же люди Божьи Вы же потеряете Спасение Вы же ругаетесь Вы же пьете Он говорит так Мы дети Авраама Нам больше ничего не надо Мы все равно Будем Нет спасения Мы дети Авраама Это для нас Самое главное Мы все равно Какую бы мы жизнь Не вели Мы будем Спасенные люди Как спасенные Ну так Спасенные Мы дети Авраама Все И точка На этом Поэтому Будем просить Господа Чтобы мы Не говорили Что мы дети Верующих родить Поэтому спасемся А это уж параллель Можно провести Мы дети Верующих родителей И все Мы будем спасены Да Будем спасены Если только будем жить Чисто и свято Если будем ходить При лицом Господнем Если мы Не потеряем Авторитета Не подорваем Авторитета своих родителей Да Будем жить А если подорвали Ну что ж Плохо очень Очень тяжело Будет В последствии И любить Имя Господа Быть Рабами Что такое Раб Вы знаете Раб Это человек Который не имеет Права Ничего сам решать Что за него Решает Господин Что за него Решает Господин Вот Служить Господу Любить его И быть рабом Его Как-то Иногда И в разум Не сумеешь А как это так А вот так Человек Который Очень строго Со всякой ответственностью Исполняет Слово Божие Это свободный человек Это человек Который Находится В благодати Божией Человек Который Грешит Он находит Не под благодати А под грехом Находится И чем мы Тщательно Исполняем Волю Господню Чем мы Более Свободные Я Просто Приведу Один из примеров Я не один раз Проводил его Как люди Вот Какой-то Проратный Разум У людей Я когда был В Литве Там в одной Церкви И после Когда отвечал На вопросы И меня удивили Некоторые вопросы Я Наверное На разборе Здесь об этом Говорил Я говорил о том Что нужно идти Путем Испешно Нельзя грешить Можно вопрос Можно А для чего Тогда Христос Приходил Я думаю Что за вопрос Чтобы умереть За грехи Наши Во Что думаю Во за во Доходит Доходит На конец Если ты Боишься Грешить Ты не оценил Достаточную Жертву Христа Ты не веришь Что он Умер Насколько Дьявол Вот так Ум за разум Заводит Ну Разве Ты не читал В другом месте Священного Писания Если мы Произвольно Грешим То не остается Более Жертвы За грех Но некое Страшное Жидание Суда Ярость Огня Готова Пожрать Противников Ну Куда Вы Это Дели Знаете Я не Сообразился Думаю Что за вопрос Потому что он Такой вопрос Задает И главное О Так торжественно Поднял Что за Вот Он Доходит Это Ты Унижаешь Жертву Христа Ты Боишься Согрешить Ты Считаешь Что Христос Не Может Смыть Твой Грех Потом Следующий Вопрос Помню Я опять Застыл Внимание На Тексте Писания То Вы Пролагая К чему Все Старание Ваше Покажите Ваши Веры Добрей И так Далее Опять А Можно Вопрос Можно А Для чего Тогда Дух Святой Дан Чтобы Укрепить Нас Чтобы Держать Победу Во Опять Во Какое Что За Во Доходит Наконец Ты Унижаешь Силу Духа Святой Зачем Ты Сам Делаешь Дух Святой Святой Он Сам Сделает Пожалуйста Вот Так Выкрутят И Никак Не Желал Что Такие Вопросы Могут Быть Откуда Я Знал Что У Него Такое Мнение Слож Там Пару Человек Бунтуют Церковь Бунтуют Церковь Поэтому Пусть Господь Благословит Нас Чтобы Вы Хорошо Понимали Если Священное Писание Написано Я могу Не Понимать Почему Бог Такие Требования Предъявил Ко Мне Могу Не Понимать Почему Это Так Но Если Так Написано Я Должен Верою Принять Так Написано И так Должно Быть А как По-другому Может быть Так Написано Что Вы Думаете Бог Ошибок Надел Что Он Не Знал В Какое Время Мы Будем Жить Что Он Не Смог Сам Переделать Библию Зачем Он Переделывает Она Как Образец Для Для Нас Зачем Переделывать Это Совершенное Писание Это Образец Совершенный А то Что Бог Сделал Мы Лучше Не Сделаем Никогда Отсюда Нельзя Ничего Отнять Нельзя Ничего Добавить Это Совершенный Образец Знания Священного Писания Поэтому Пусть Господь Благословит Нас Чтобы Мы Понимали Чтобы Служили Ему Были Рабами Его Все Храняши Субботу От Сквернение И Твердо Держащи Забитому Конечно Суббота Речь Шла О Древнем Законе Законе Моишеево А Посланник Евремя Написал Для Народа Еще Остается Что Не Суббота А Субботство Покой Боге Каждый День Не Один День Неделю Тогда Был Закон До Плоти Установлен И Бог Осуждал Свой Народ За Что Не Выполняли Субботу Что Вы Сидите Сложивши Руки И Никак Не Можете Дождаться Покуда Суббота Прошла Чтобы Начать Торговать Он Видел Что Они Думали Какого Они Покоя Были Они Не Были У Покоя А Покоя Это Довольство Никаких Претензий Никому Нет Никаких Планов Не Строю Я У Покоя Нахожу Поэтому Пусть Господь Благословит Нас Чтобы Мы Сегодня Будучи Крещен Духом Святым Были У Покоя Каждый День Хотя Это Для Нас Очень Трудно И Мне Трудно Иногда Но Тем Не Менее Я Знаю Что Так Надо Что Было Войти У Покоя Его Помните Чтобы Кто Из Вас Не Казался Опоздавшим В общем Потому Трудное Время Настанет И И опять Повторю То Что Не Один Раз Говорил Петр Ходил Со Христом Три С Повел Года Но Покоя Он Не Сумел Пробросить Того Которого Надо Отрог С Когда Господь Его Восстановил Помните Когда Его Арестовали Когда Ирод Поднял Руку На Некоторых Из Прилежащих Церкви И Убил Яков Брата Янова Мечом И Все Затем Взял И Петра Помните Эту Историю Его Ожидали После Престаку Ввести К народу И Петр Знал Его Завтра Выведут К народу И Для чего Ввести К народу Чтобы Голову С него Снять А Он Спал Себе Спокойно Спал Спокойно Петр Спал В Темнице Спал И Снаружи Хранили Потом Там Еще Несколько Человек В Темнице Были Под замком А он Себе Спокойно Спал Как будто Его завтра На курорт Отправят Или память Ему Поставят Спал Себе Спокойно Он Вошел В покой Божий Полностью Доверился Господу Господь Я В твоих Руках Что Ты Спланировал То И Будет И Спал Спокойно Я Не знаю Что Б Я Делал Если Меня Наутно Молился А иначе, что почитать, будет очень трудно, будет очень тесно. Но надо войти в этот покой. А как войти? По Писанию. Вы помните, что написано? Когда найдете покой душам вашим? Остановитесь на путях ваших. Расспросите, где путь древний. Идите по нему. И найдете покой душам вашим. А какой древний путь? В Библии и в Англии это самый древний путь. Более древнейшего нету. Идите по нему. И найдете покой душам вашим. Если будете по современным стандартам ориентироваться на них, то не найдете покоя никогда. Откуда вы его возьмете? Откуда вы его возьмете? Откуда я его возьму? Если я сегодня буду ориентироваться на стандарты сегодняшнего дня. Откуда я его возьму? Если Дух Святой огорчится. Откуда я его возьму, этот покой? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы вошли в покой его. И я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Часожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. И его дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь смотрел вперед. Он видел наше время. Уже нет синагог, нет Иерусалимского храма. Сегодня есть молитвные дома, которые Господь расставил по всей нашей планете. Но говорит, я приведу на святую гору мою и обрадую их чем обрадую? Домом молитвы или своим присутствием в доме молитвы? Наверное, не домом молитвы. А сам их обрадую. Я сам их там встречать буду в доме молитвы. В моем доме молитвы. Я приведу на святую гору мою и обрадую их. Кто? Я обрадую. В моем доме молитвы. Часожжение их и жертвы будут благоприятны мне на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется дом молитвы для всех народов. Когда жертвы будут благоприятны. Какие жертвы? Те жертвы, которые угодны Господу. Не те жертвы, которые угодны нам. Я опять повторю одно высказываю одного из братьев. Когда ему сказали, слушай, не делай так. Ну что ты делаешь? Он говорит так. Ну как не делай? Мне приятно. Моим чином церковь приятно. Значит не Богу приятно. Я говорю, нет, дорогой мой. Не обязательно. Тебе может много что быть приятно. И твоим чином может быть много что быть приятным. Но не Богу. Но не Богу. Что неприятно Богу? Я прочитаю один из текстов Писания. Колоссянам. 2 глава 18 стих. «Нихто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Вот, пожалуйста, скажите, вот это будет приятно за самовольные смиренно мудрые. Нет. Нет. И есть то, что в Священном Писании написано, что нам выполнять надо. А не то, что нам кажется. Самовольные смиренно мудрые. Я приведу один пример. Самовольные смиренно мудрые. Когда один из братьев, тут недалеко эта церковь находится, 30 километров от нас. Он однажды и однажды делал такое решение. «Самовольные смиренно мудрые». Он сказал перед хлебопроломлением, чтобы никто из нашей церкви в течение этой недели не заразал ни курицы, ни кабана, ничего. Я вас за это буду брать на замечание. Поняли меня? Ну что, поняли? Поняли? Но не поняли, чем это грозит? Однажды я сейчас заразала курицу. Он на замечание берет. Она звонит мне. Давай разберись. Что такое? Вот так и так делал. Говорю, слушай. Чуть назвал его имя. Отменяй немедленно. Что вы думаете? Что ты самовольный смиренно мудрый? Думаешь, что ты мудрый? Никакой ты не мудрый. Отменяй это решение. Зачем ты это делаешь? Отменил, правда, слава Богу. Но зачем делать такие вещи, которые не поддаются никому анализу? Зачем ты это делал? Ну, хотелось быть святейшим, наверное. Кровь не пролить или что что? Ну, не знаю что. Наверное, в голове что такое вертелось? Самовольное смиренно мудрое. Вроде бы смирился. И сам смирился. И всех пытался смирить. Ну, кому нужно такое смирение? Кому оно надо? Поэтому всесожжение и жертвы будут благоприятны мне. На жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется дом молитв для всех народов. И вот всесожжение и жертвы будут благоприятны. Какие благоприятны? То, что написано в Священном Писании. То было благоприятно. Что не написано, не выдумывайте. Никому не надо. И на себя можете наложить какие узы, какой груз, и на других в том числе. Ну и что с этого? Никакого движения вперед не будет. Господь Бог собирающий расчинных израильцян говорит к собранным у него, и я буду еще собирать других. Там дальше речь идет о пастырах. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи, их слепы все и невежды. Все немые псы не могут лаять, бредящие лежа. Но все равно Господь будут собирать, потому что никому больше собирать. Я обращаю внимание на эти все детали. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Звери – это чуждые духи, которые очень часто вводят народ в заблуждение. Мотивы поступков их непонятные, а пастыр должен видеть очень хорошо, что за мотивы человека, кто пришел в эту среду, кто занимается этим. Я просто напомню некоторые детали из проповеди одной. Когда я говорю проповедь, на тему мы с вами будем строить. Вы помните, что когда Ездры и Неемья возвратились из плена, возвратили часть народа, чтобы отстраивать разрушенный Ессалинский храм и город восстанавливать. И там были люди, мирские враги, которые говорили – и мы с вами будем строить. Помните? Мне сказали – вы с нами строить не будете. Они позже говорили в другом месте – войдем в средину их и перебьем их. Войдем в средину их и перебьем их всех. Они очень в зурку смотрели, сказали – нет, вы с нами строить не будете. Ну как не будем строить? Мы будем носить что-то, будем деньги давать, будем что-то делать. И сказали – нет, вы с нами строить не будете. Вы заражите всех остальных людей чем-то чуждым. Поэтому я просто говорил на эту тему. Там очень много имен есть, их надо расшифровать, чтобы понять. Там Итовия и так далее, и так далее. Я не останавливаюсь на эту тему. Но я просто хочу сказать, чтобы мы были очень внимательны к тому, что у нас делается в церквах. Я знаю один случай, который был в Испании, когда одна из всех черств будоражила всю церковь. Не знаю, сколько времени она пророчествовала, но настолько было честно, настолько было трудно. Кто-то чувствовал, что что-то не то, но никак в семье разлад настоящий. Командует всем. Я получил от Господа то, я получил от Господа то, я получил от Господа то. Ни муж, ни дети не могут не подчиниться – от Господа получила. Потом, однажды, когда я приехал туда, они мне ее подставили специально. Сказали, что есть такая, но не сказали, кто. Наверное, одного, второго, третьего, четвертого, когда он наконец-то стал беседовать, положил на нюрки, стал говорить так, как зарос, как бросить ее. Я говорю, несвободный человек. Несвободный человек. Мы, говорит, чувствовали это, но не имели твердой уверенности, что она несвободный человек. Вы знаете, что иногда бывает пророчество трудно различить. Трудно различить. Невозможно различить иногда. Но когда есть дар различения духов, это уже проще. Он не подбирает анализу пророчества. Он сразу говорит, нечистый дух тебе, и все. Как она плакала, как она каялась. Поняла сама, в чем дело. А зашла в средину, разваливала все. Поэтому я здесь обращаю внимание на это, что очень молиться надо за пастырей, чтобы они имели глаза, чтобы видеть уши, чтобы слышать сердце, чтобы разуметь. Чтобы могли видеть, что делается в среде, кто какой силой движется, какие мотивы в него в сердце положены. И здесь Господь говорит так. В счастье веры полевую, в счастье веры, что идите есть. Для чего идите есть? Почему Бог это допускает? Чтобы разобрались, кто среди нас находится. Понимаете меня, о чем я говорю? Если не допустить чего-то, то будет сидеть, и все нормально. Будет думать, что нормально все, а на самом деле это не нормально. Бог допускает иногда трудности, проблемы кому-то. Я помню однажды один из братьев, где-то под Лунинцем было, не помню какая церковь уже точно, точно было под Лунинцем. Он рассказал такой случай, когда один брат допекал второго, наверное года два или три. Грыз, грыз его, грыз, грыз. Ну и вроде бы он не понимал, почему он это делает. Может быть, он справедливо что-то, может, несправедливо. Наконец-то он ушел из церкви. Этот брат, которого он загрыз, по сути дела, я говорю, с облегчением вздохнул. Ну, этот остался, который грыз его, а этот ушел. Ну, наконец-то спокойно будет. Обидно было, что этот брат ушел, но, с другой стороны, все-таки полегче стало, спокойнее стало. Прошло две недели. Он начал грыз другого. Я понял, что беда с ним. Я тогда сказал, есть у нас братья-бабры, которые любят грыз все. Если им не дать грыз что-то, они не могут сидеть спокойно. Но для этого надо знать, почему он грызет кого-то, почему он эту работу делает. Оказывается, это ненормальное явление с такими людьми. И надо принимать меры к ним. Поэтому здесь Священное Писание говорит, стражи их слепы все. Но, наверное, у нас слепых нет. Я ведущий, Сергей Дмитриевич ведущий, все видим. Но есть и слепые. Есть и слепые. Стражи их слепы. Они просто не могут разобраться, что делают на самом деле. Я в данном случае не назову слепыми этих братьев, когда я пример приведу определенный. Я не назову их слепыми, потому что они видели, но никак не могли разобраться, в чем дело. Я просто рассказываю, еще один случай такой расскажу. Когда мы были... Я, может быть, когда в России был, я рассказывал этот случай. Когда один из братьев говорит, «Слушай, никак не можем разобраться с этой сестрой». Начинаем молиться. Начинается проявление чуждое. Потом исполняется Духом. Начинает петь Псалом. Не можем разобраться. Говорит, какие-то примеси у них есть или что-то. Я говорю, какие могут быть примеси? В одном сердце не может жить Дух Святой и чуждый Дух. Какие могут быть примеси? Или одно, или другое. Что сразу могут быть примеси. Действительно? Что-то исковерка, что-то по-своему представить. Могут быть примеси. В учении могут добавить примеси. Но так какие примеси? Я помню тоже, стал молиться за нее. Я тоже не знал, что это она. Я, правда, не запомнил Псалом, который она пела. Смотрю, начал молиться за нее. Начинается проявление. Язык вывернуло на бороду. Кривица начинает. И потом начинает петь Псалом. Я приблизительно, наверное, спою. Гора Святая. Гора Святая. Престол, где Господа стоит. К тебе стремлюсь, гора родная. Думаю, а это что такое? А это что такое? Псалом начинает. Потом сразу голову обманывает. Во имя Иисус сказал. Дух. Ты ее обманываешь. Ты лжа, ты ее обманываешь. Он сказал. Ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, я ее обманываю. Я их всех обманываю. Я беру мелодию христианскую, а сам в Духе бесславлю имя Божие. И хохочет. Я их всех обманываю. Вы когда-нибудь такое слышали? Наверное, для вас это удар очень сильнейший будет для кого-то. Вы не приматились через дух себе. Не думайте, что вы все одержимые. Сегодня многие будут думать, что они все не свободные. Я совсем не для этого говорю. Но я говорю, что у пастора должны быть глаза. Чтобы сказать конкретно. Остановись и все. Пусть Господь благословит нас. Потому что там, где вмешивается дьявол, если он иногда и делает что-то снаружи вроде хорошо, но когда внутри его не то, что надо, обманывает всегда. Втирается в доверие. После будет разваливать дело Божие. Поэтому я хочу сегодня, чтобы стражи их слепые все. Все немые псы не могут лаять. Немые псы. Но Бог не называет их псами как призывательное. Но говорит, что сторож должен уметь сказать вовремя. И псы – это же сторожевые собаки, да? Они лают, когда видят чужого. А мы иногда не можем залаять. Сказать как это. Почему? Немые. Почему немые? Значит, парализовано где что-то? Голосовые связки или что-то парализовано? А чем парализовано? Вот тут стоит вопрос. Обратите внимание на себя. И я на себя буду обращать. Почему я не могу залаять иногда? Что вам причина? Вы помните, когда расслабленного неси четыре человека? Помните? Пронесли к Иисусу Христу. И Он сказал им. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Оказывается, через грех он был парализованный. Через грех мы тоже часто можем быть парализованные. Ну как парализованные? Не можем говорить. Боимся. Страшно. И страх парализует. Хотели бы сказать, что замолчали. Боимся. Какая будет реакция? Какая будет реакция народа своего собственного. Вы помните? Который Еремий бросил в яму. Царь Седякий. Когда Господь сказал ему. Сдачи в плен на выходное царь Вилонского через Еремию. А крестья стояли на своем. Они сказали, посадите его в яму. Он мирно что-то Бог сказал. Он просто повторно призвал Иеремию, скажи, что Бог сказал. А ты мне не предашь смерти? Говорит, не предам. Господь повторит опять то же самое. Сдайся в плен. Помните, Он князям сразу сказал. Я не могу ничего сделать, вопреки вашей воле. Вы сказали, бросьте Его в яму, бросьте. Он боялся князей своих, которые окружали Его. Знаете, что? Садякин, когда глаза в поществе, очень серьезно пострадал. Но он более близок был Богу, чем его князья. Он вызывал Иеремию, скажи, что Бог сказал. Сказал Господь вот так и так. Говорит, не могу. А потом второй раз говорит, я боюсь иудеев, которые перешли на сторону халдеев. Я поэтому боюсь, я не могу этого сказать, я не могу этого сделать. Я боюсь. Не бойся, говорит, боюсь, своего народа боюсь. Я думаю, я тоже боюсь иногда. А что мне скажет мое окружение? А что мне скажут мужчины? Они на дыбы станут и скажут, ты что делаешь у нас? Поэтому бредишь че? Не могу че лать. Почему я не могу лаять? Проблема есть в этом. Страх. Может быть гордость. Почему? И он не мог пойти и сказать, что сорок дней не будет разрушено. Почему он не мог сказать? Гордость была в его сердце. Гордость была. Вы скажете, откуда ты взял свой город? Как откуда взял? Он сказал так. Я знал, что ты был благий, милосердный, долготерпеливый и много милостивый. Потому я и побежал от тебя. Я же не раз говорил на эту тему. И здесь говорил не один раз. Что-то бежал от такого Бога милостивого. Он просчитал хорошо вариант один. Самый опасный для него. Он был милосердный, справедливый, много милостивый. Неветчане покаются. Он их помилует. А я тогда как порог. Что делать тогда? Ты же мне авторитет подорвешь Господь? Сказал, нет, Господь. И я свой авторитет ради тебя терять не буду сейчас. А что такое авторитет свой поддерживать? Гордость. 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 А там, где гордость, там есть страх потерять авторитет свой. Там и страх. Там уже и говорить не будешь все, что надо говорить. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы все-таки имели мужество и не были счастливыми. Ну, конечно, не надо же лаять, лишь бы от чего. Это уже своя сторона. Можно так научиться лаять без разбора на всех подряд, то это опять будет ненормально. Потому что надо, наверное, иногда и рот закрыть там, где не надо. А вот там, где надо полаять, надо и полаять. Ну, здесь Священное Писание говорит так. И слепы все, и невежды. Не знают, как должно учение, что такое невежды. Хотя Павел говорит, хоть я и невежда в слове. Там невежда было другое. Он не совсем все понимал. Но то, что он понимал, было очень много. И для нас сегодня много что непонятно. Все немые псы немов шелать. Бредишь че лежа. А бредит кто? Здоровые люди или больные, скажите? Больные люди бредят. Больные люди бредят. Здоровые не бредят. Здоровых сон нормальный. Они легли, выспали, все нормально с головой у них, все нормально. А вот когда уже бред... Я однажды тоже был в бреду. Когда заболел крупосным воспалением легких. И прошло такое время, когда... Я как сейчас помню. Прошло такое, как затемнение. Я говорю, мама, убери с меня эти доски. Меня досками завалили. Я говорю, Коля, какие доски на тебя завалили? Какие доски на тебе? Открывая глаза, никаких досок нету? Больной человек? Бредишь че лежа? Наверное, стоя люди не бредят. Бредят люди, которые уже легли хорошенько. Лежа, бредишь че лежа? Любишь че спать? Ну... Мы спать все любим, наверное. Но я бы не хотел, чтобы любили, чтобы было самой главной целью нашей жизни проспать все. Есть норма какая-то. Надо спать. Да, надо спать. Но люди, которые любят спать, они целыми сутками могут спать. Без перерыва. Любишь че спать? Знаете? Спать очень хорошо. Отключаешься от внешнего мира и так далее. Ничего что проходит? Ничего не видишь? Ничего не знаешь? Спишь просто и все. Это тоже духовный сон вот такого рода. Который никому не нужен. Любишь че спать? Ну, спать – это потребность человека. Я не говорю, что мы не имеем права спать. Если не выспишься хорошо, то что ты сделаешь тогда? Ничего ж не сделаешь. Но вот любишь че спать – здесь немножко уклон какой-то Бог показывает. Крем какой-то очень сильный. Есть люди, которые любят работать, но не любят спать. Есть люди, которые любят спать, но не любят работать. А вот здесь должен был баланс определенный быть. Любишь че спать? И это псы, жадные душою. Жадность. Жадность – это же порог, правда? Жадные душою. Не знающие сытости. У ненасытимости есть две дочери. Давай и давай. Вот ненасытимость. Это ненормальное явление. Глаза наши мы никогда не накормим. Им всегда будет мало, мало и мало. Помните, я вам рассказывал, как один брат себе глаза протирал куском арбуза? Помните? Помните? Приехал в Америку, все знали, что он любит арбузы здесь красные. Его стали кормить. Он ел, 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 ел. Желудок же не безразмерный. Сел, думает, что делать надо. Сел и рассуждает. Сюда, туда. Потом берет кусок арбуза и по глазам. Братья его, что ты делаешь? Говорит, я их накормлю. Я их накормлю. Я их накормлю. Этим арбузом по глазам. Потому что желудок полный, а глаза никак. Давай еще, давай, давай, давай. Так и здесь пастор не должен быть таким бессмысленным. Жадный душой. Не знающий сытости. Это пасторы бессмысленные. Иногда в жизни не имеют смысла служения своего. Я как-то помню одного из братьев, как-то перестали финансировать, а он отказался работать. Ну, как так? Давай, уходи на работу. Говорит, я работать не буду. Ну, как? Ну, слава Богу, меня немножко поддержали, теперь я ухожу. Все. Его пасторство было зарабатывать деньги. Вот весь смысл его жизни был. Бессмысленный. Эта работа была бессмысленная. То есть смысл не чистый смысл был. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были бессмысленными. Тем более пастора. Ну, конечно. Это я могу к себе отнести. Могу к Сергею Дмитриевичу отнести. Могу к деканам отнести. Но вы же пастора и в своих семьях тоже пастора. Тоже пастора. Кто-то пасет в свою семью, кто-то пасет. Это же пастора. И муж в доме. Кто? Священник, да? А жена как церковь, а муж как священник. И муж может быть бессмысленный. Давай и давай, давай и давай, давай и давай. Жена тоже может быть бессмысленная. Давай деньги, давай деньги, давай деньги. Едь в заработки, едь в заработки, едь в заработки. А потом раз, вот блуд упал. Давайте молитесь. Ты ж посылала в заработки, заработала. 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 Что, я ж работа? Ну, нельзя ж было так. Разве смысл весь в деньгах заключается? Не в деньгах весь смысл заключается. Они нужны, да, нужны, всем нужны они. Мы ведь в них не можем жить. Но если надо, Бог даст то, что надо. Даст то, что надо. Я когда-то помню, один пример приведу, вот такой. Когда я очень много ездил по церквам, и мне братья, один из братьев сказал, кончай ездить так много. Запросил и все. Ты деньги растрачиваешь, и те другие, третий, четвертые. Ну, все. Я помогил, сказал, Господи, все. Я перестану ездить за деньги. Областные. Я ж не могу с воздуха брать все. По 50 церквей, я месяц по 50. Надо было ездить. По 40, которое регулярно было. То, что надо было ездить. Господи, давай деньги мне сам. Через два дня присылает мне с Канады две тысячи долларов сразу. Бог решил эту проблему сразу, мгновенно. Он говорит, надо было ездить. Теперь я уже меньше езжу. И здоровье не то, и три заместителя. И Бог, когда избрали трех заместителей, Господь сказал, ты теперь уже столько много ездить не будешь. Короче, направляй их куда надо. Но такое бывает в жизни. Поэтому Бог знает, что нам надо. И мы не останемся в стыде. Я до сегодняшнего дня нет вопросов по этому поводу. Ни зарплаты не беру, ничего не беру, чтобы не было лишнего на языках у людей. Зачем это надо мне? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были жадными душою, чтобы имели благословение от Господа, чтобы делали дело Господне не бессмысленно, а чтобы знали, что мы делаем. Чтобы знали, что мы делаем. И это пасторы бессмысленные. Настоящий пастор по счету овец. Он о них заботится. Я прочитал один из текстов Писания, Иван Китрианов, 10 глава, 11, 13 стихи. Я есть пастор добрый. Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастор, которому овцы не свои. Видит, приходя, что волк и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Вот разница. Дело не в том, что кто-то получает деньги из церкви. Это нормальное явление на сегодняшний день. Человек, который работает на работе, он не может полноценно работать в церкви. Не может. Просто-напросто не может. Поэтому это не наемник, который, говорит, получает деньги из церкви. Ты наемник уже. Наемник тот, кто получает деньги, но не работает для церкви. Не трудится для нее. Это наемник. И, может быть, даже за авторитет собственный кто-то работает. Даже денег не получает. Но если не заботится об овцах, это наемник. А наемник не пастор. Почему? А, говорит, бросает овец и убегает куда-то. Правильно. Жизнь свою за овец положить надо. Ну как, не смысл, что тебя убьют или что-то сделают. Но все, что мы не делаем, оно отнимает силы у нас. Очень много сил отнимает. И устаешь, и все есть на этом месте. Я когда-то, помню, пытался сделать два дня приемного дня, третий день, пятницу. Я не могу вынести три дня с несвободными людьми работать. Выжму тебя так, что шатаешь и идешь домой. Это же не просто все. Поэтому пусть Господь поможет нам именно ориентироваться правильно в этой жизни. И самим себя просмотреть. Наемник ты или ты все-таки пастор? Я и себя проверяю очень часто. Тебя проверяю. Хотя на сегодняшний день у меня нечего проверять в этом вопросе. Я же говорю, я ничем не пользуюсь. Ни областным, ничем. Было время, я Ване своему водителю полгода зарплату выплачивал. Тоже не хотел, чтобы брали. Брали с области. Я помню, когда-то тут мне написал записку, когда первые выборы были. Что брат Николай, разберитесь с ним. Он церковные деньги растрачивает. Он машину ремонтирует за все и так далее, и так далее. Водитель у него получает деньги за зря. Хотя он у меня всегда половину зарплаты получал. Половину получал, то, что надо. Никогда не было такого. Но такую клевету могут принести. Но что же делаешь? Что делаешь, что сегодня у нас такие члены церкви есть? Это уже было давно-давно, 4 года назад. Я не говорил никому, сегодня просто говорю. Что есть такое сегодня у нас. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не были наемниками. Чтобы не были пасторами бессмысленными. Чтобы не принимали бессмысленных решений. Есть же решения, которые будут приниматься бессмысленные. Все смотрят, каждый на свою дорогу. Я тут пометлю, что делаю. А не на паству. А надо же смотреть на паству, а не на свою дорогу. Свою дорогу никак сам не выдержишь и не проложишь, если Бог не поможет это сделать. А как ты ее сделаешь? Как ты ее выдержишь? Как ты ее в другую сторону не повернешь иногда, свою дорогу? Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы до сегодняшнего дня, если мы что-то не знали, чтобы мы исправили свое поведение. Я говорю сегодня, может, надо было говорить, для пастырей это все. Я говорю сегодня, не для всех. Может быть, кто-то в будущее время думает быть пастырем. Если сохранить то, неверное направление, то никогда ими не будет. То никогда ими не будет. Пси смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего. На свою користь. Вот одна из проблем сегодня поработившее человечество. Что будет мне? Что будет мне? Что будет мне? Будет то, что Бог определил. И если даже не на земле, то в вечности будет награда. Что будет? Приходите, говорят. Я достану вина. Вот такие люди опьяняют людей. Приходите, говорят. Я достану вина. И мы напьемся щекеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да и что и больше. Иногда люди держат других в заблуждении. Как ложным мучением раздельного рода. А сегодня очень много положительного исповедания есть. Сегодня очень много теории успеха. И, как правило, эти люди очень серьезный крах потерпели на сегодняшний день. Разрушено все дело их на сегодняшний день. Потому что они делали не то, что надо было делать. Обогатились, может быть. Что-то приобрели очень много. Но не та цель была. Не та цель была. У меня тоже есть что-то очень много. Я поехал в Америку. Мне самый хороший ноутбук купили. Самый хороший айфон купили. Ну что? Переслали впоследствии. Кто-то подумает, что за свои деньги. Пожалуйста, думайте, что хотите. Но я знаю, что братья есть, которые помогают. Очень сильно помогают. Помогают. Ну что же делаешь? А кого-то зависть берет, наверное. Завидно становится. Завидно становится. Ну что ж. Завидуйте. Приходите, говорят. Я достану вина. Что такое вино? Какие-то аргументы, очень сильно влияющие на разум. Избивают человека с правильного пути. Понимаете, меня хорошо, что я говорю. Иногда есть такие аргументы, очень сильные, которые люди не совсем замечают, для чего этот человек сказал. Почему он так сделал? За туманных глазах у других бывают. Говорит. И придите, сегодня напьемся вина. А завтра еще больше будем пить. Еще больше вас обмануть. Еще больше вас направить туда, куда надо. И мы напьемся секеры. И завтра тоже будет. Да еще и больше. Но что завтра будет с такими людьми? Я прочитаю, что дальше будет. Ибо когда буду договорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их, что погубо. Погубо постигнет. Пусть Господь благословит уже без пятнадцати. Я уже буду кончать сегодня эту главу. Пусть Господь поможет нам разбираться правильно в истине Господне, ходить путями Его. И пусть Божий мир заберет наши сердца в воспащении и для славы Господней. Да благословит нас Господь всех. Аминь. Спасибо.